Поздравляю всех с праздником! Такой прекрасный праздник! Покров Божией Матери! Нам очень важно эти свидетельства о горнем мире, потому что если жизнь протекает только на земле и больше ничего нету, беда. Если нет воскресения, если нет ангельской жизни, который призван человек, который он потерял через грехопадение, но пришел Христос, чтобы научить человека жить по Божьему, справиться с Божьей помощью, побороться и справиться с грехом, который тянет вниз. И вот этот ангельский мир был виден Андрею Христа ради Еродио и его ученику Эпифанию, когда люди молились, когда смерть стояла перед каждым и враг осадил их город. Эта молитва возымела действие и враг был рассеян. Когда это было и где это было, но мы празднуем этот праздник, как будто это было с нами на нашей земле. И вообще на этот покров Божий, я думаю, невидимо, мы в какие-то особые минуты нашей жизни проживали. Наверное, мы не видели своими глазами ангельский горний мир святых, но мы чувствовали через сердце, что они услышали нашу молитву и связь с этим миром. Она должна быть постоянно у каждого верующего человека, потому что если нету этой связи, что там, как люди говорят, которые сомневаются, которые живут только этим миром, а что там будет? Неизвестно, что там будет. Тут живешь, понимаете, хоть здесь пожить как-нибудь, как человек, да не поживешь ты без Бога, как человек. И поэтому наша земная жизнь дана нам, чтобы мы все-таки подготовились и чтобы мы жили в присутствии Божьем, чтобы мы чувствовали и постоянно обращались к помощи Божьей. Потому что плохо, когда нет покрова, когда человек своим грехом вырывается, неизвестно куда, начинаются ссоры, начинаются обиды и все плохие. И, конечно, в таком состоянии душа ожесточается. И если бы не милость Божия, то, конечно, человек бы долго бы на этой земле не протянул. А так Господь принимает наше покаяние, так Господь дает нам возможность. Какие бы ошибки, какие бы падения у нас с вами не произошли, всегда нас будет ждать Господь. И это дает нам опору, надежду всегда вставать и идти дальше за Господом. Поэтому, конечно же, для нас очень важно этот праздник. Он очень красивый, листья покрывают землю, прекрасные листья, такие краски. Чудно, дивные дела Твои, Господи. Можно представить, какая красота ожидает нас, если мы попадем в тот мир, вечный мир, царство любви. И, понимаете, нам трудно даже, и апостол говорит, что это невозможно человеку сейчас даже и представить. Но то, что мы видим здесь, и тогда, когда у нас внутренний мир сохраняется, и тогда, когда мы смотрим доброжелательно друг на друга, когда мы видим красоту Божию в человеке, то, конечно же, эта красота, она и не только нас правильно подвигает за Господом, и все расставляет в нашем жизни, но и помогает тем людям, которые рядом с нами. Поэтому, конечно, хотелось бы пожелать всем покрова Божьей Матери, чтобы мы всегда помнили об этом и не метались, не суетились, не отчаивались, попадая в какие-то ситуации, в которых по-человечески выхода нет. Но это только по-человечески. Будем всегда это помнить. Завтра у нас в 7 и в 9 две божественные литургии. Спасибо, Господи, с праздником!